спасибо что вы все собираетесь посвятить немножко вечером время для святости тема безумно интересная на мой взгляд мне бы очень хотелось этот урок разбить на два потому что он получился очень вкусный объемный мне кажется очень много информации какой-то в нем но на два урока время к сожалению не хватило потому что вирус захватил меня поэтому надеюсь сегодня мы успеем с вами разобрать все что я планировала за эту неделю вы со мной меня слышно если да мы начинаем окей может все по лайкам слышу вижу что слышно недельная глава бро и песня была не случайно мы уходим из египта но я уверена что все эти темы казни выхода из египта чудеса всевышнего мы это все разбирали уже и вы на боекра и давно из года в год все эти темы очень актуальны и обгладываются как мясо с косточки я бы хотела остановиться на такой вот более интимной вещи которая каждого из нас в жизни касается по 10 раз на день но начну я как обычно с истории в иерусалиме захотели построить большой мост и мэр города объявил как называется объявил тендер на команду бригаду которая будет исполнить выполнять этот проект и вот пришла первая бригада они сказали ему посчитали что это будет стоить миллион шекелей одна треть идет на материала одна треть идет на изготовление на работу на зарплату и одна треть идет нам но на заработок спасибо большое я очень рада видеть шар окей пусть будет шар шалом 2 бригады приход евреи и говорят это будет стоить тысячу миллион двести тоже одна треть идет на закупку материалов 1 3 на зарплаты 1 3 на наш заработок приходит один человек еврей говорит послушай три миллиона и мост твой он как три миллиона настолько дороже чем все остальные он говорит ну да значит миллион забираю себе я миллион забираешь себе ты и миллион мы даем арабской бригаде для того чтобы она это все быстро сделала евреи и деньги вообще отлично отличная отдельная тема которая к сожалению стала для еврейского народа очень болезненной потому что на все времена карикатуры и стереотипы связанные с евреями это жадность это большой нос это деньги которые мы постоянно считаем это жадность скупость почему-то непонятно почему человек который разбирается в жизни евреи он понимает что скупость от совершенно не присущи нам качество как чему людям которые обязаны отделять десятую часть от своей зарплаты давать за даку давать пятую часть в общем чем мы только не должны давать и непонятно с чем мы остаемся но стереотипы никто не обсуждает к сожалению везде на все времена карикатуры спасибо большое вам все что связанные время связано с деньгами почему потому что ну во первых нам раньше нечем было заниматься нам запрещено положить в центре и мы жили в отдаленных местах нам запрещено было занимать разные посты поэтому то что оставалось нам это брать деньги менять покупать отдавать и брать в долг складывать в общем все что было связано с деньгами евреи кроме того что любили этим заниматься мы еще в этом очень сильно преуспевали на данный момент судя по статистике на 20 миллиардеров которые находятся в америке например 5 неевреи список форбс покопайтесь я уверена что тоже очень много еврейских фамилий или еврейских корней мы там найдем евреи деньги это всегда отдельная тема мы любим деньги деньги любят нас но мы пытаемся это как-то скрыть для того чтобы немножко сгладить и так существующую ненависть других народов против нас и как бы мы не боролись на этими стереотипами приходит наша недельная глава и тут все комментаторы как один в том числе должны задать с вами вопрос почему всевышний нас сам толкает к тому чтобы мы заставляли людей окружающих думать что мы на самом деле жадные что мы любим деньги что на каждой вещи мы хотим заработать о какой ситуации я говорю о том что когда евреи выходят из египта всевышний говорит не забудьте взять у них деньги попросите у них деньги причем настолько это всевышнему важно что на протяжении 400 лет в туре упоминается три напоминания о том что всевышний не забывает первый раз это аврааму когда он сказал давай мы с тобой заключим союз мы станем партнерами значит ты идешь и рекламируешь меня в мире я тебе даю помните мы с вами говорили имя деньги детей знаменитость знаю что твой народ будет поработен порабощен но выйдут они оттуда с большим богатством шалом всем спасибо большое что вы присоединились мы с вами говорим о связи евреев денег и нашей недельной главы второй раз когда горит куст муж и рабейну подходит всевышний его посылает спасать еврейский народ из рабства всевышний не забывает ему сказать муж и послушай какие трудности не будут знаю что мы выйдем оттуда ты выведешь еврейский народ вы возьмете оттуда большое наследство большую и большое богатство и две недели до того как евреи выходят из египта приходит всевышний к муше и говорит друг ты не забыл перед тем как вы выходите не думай бежать не думай хватать детей пока он не передумал куда-то идти ты заходишь и первое что ты делаешь ты вы все стучите в дома ваших египетских соседей говорите дай нам денег дай нам заработную плату за то что мы делали дай мне кольцо дай мне и написано что вы одеваете эти платья надеваете эти украшения и так вы выходите из египта и тут все задают вопрос шалом всем шалом очень рада вас видеть все задают вопрос зачем всевышний толкает всех думать о том что на каждой вещи должны заработать кама джубот без двух долларов без 10 долларов мы с ним мы не выйдем ни откуда тем более я как и родители должна спросить почему мои дети должны думать о деньгах каждый раз когда они что-то в жизни делают почему всевышний перед тем как мы должны были выходить и выйти из египта не сказал окунитесь в мекву исполните какую-то заповедь я не знаю поучите новую главу тора чудеса или там я не знаю про новомесячья почему всевышний вот так вот на протяжении всей торы три раза не жалеет слов и букв и говорит нам будете выходить заработайте денег не выходить просто так вы не зря там работали возьмите с собой бабосов хай привет всем сейчас было такое что два друга решили два друга еврейских решили заработать денег ходили по улице думали какой бы бизнес открыть вот они проходят мимо церкви и там написано тот еврей который зайдет и поменяет свою веру получает 500 долларов ну что отличная возможность заработать давай так я сейчас пойду если там получится и дадут деньги тогда я выду и скажу чтобы ты тоже через это прошел один из друзей заходят час его нет два его нет он возвращается и вот друг спрашивает ну янка ли янка ли шо заплатили вот эти евреи шо не шо везде деньги им надо ну в принципе такое мнение существует о всем еврейском народе к сожалению или к счастью мы в конце нашего урока с божьей помощью разберемся какая у нас связь надо ли ее стыдиться и что с этой магнитной связью нам дальше делать помните я вам говорила что есть такая профессия шнеррор я как человек не выговаривающая вообще ненавижу это слово ну в общем когда кому-то надо собрать деньги на свадьбу на какой-то заповедь он едет в америку или в англию и там есть человек который предоставляет за деньги свои услуги со списком адресов и номеров богатых людей кому можно стучать в дверь и просить задаку на какие-то вот заповеди и вот приехал один человек за деньгами на свадьбу сына он подходит к одному дома стучит в дверь и ему открывает человека он был вообще в настроении после тяжелого рабочего дня и он начинает кричать да сколько можно иди лучше работы да ты на билет потратил больше чем ты можешь здесь у меня заработать и на него кричится все силы обижает все нервы потраченные сегодня на работе он на этого бедного еврея выплескивает а тот стоит и слушает и слушает слушает вот еврейское сердце этого человека все-таки победила он год ладно что я на тебя кричу тебе надо женить дочку я пойду давать замуж дочку я понимаю что денег брать некуда возьми пожалуйста вот 500 евро только у меня к тебе вопрос а чё ты стоял чё ты ждал пока я тебя унижаю эти деньги того стоили нет посмотри что у меня в списке написано против твоей имени и фамилии написано кричит кричит его в конце дает 500 евро то же самое здесь мы можем сказать что у нас было написано мы должны были собирать эти деньги это сказал всевышний мы в принципе и не хотели бы если бы нам до была дана такая возможность представьте что вот недавно упраздновали день памяти холокоста будет благословена память праведников падших в то непростое время чтобы это никогда не повторилось амэн а представьте что заканчивается война и они еще начинают ходить по домам и узнавать где можно какие-то деньги заработать не такого не было как только заканчивается она люди пытаются разбежаться чтобы больше не видеть ничего связывающие воспоминаниями с этим местом с этим временем люди например до сих пор я уверена никто не может забыть то что они тогда видели а тут приходит всевышний говорит вы у вас было не четыре года войны у вас было двести десять лет египте из них восемьдесят шесть лет вы были рабами и вы не должны оттуда убегать при первой возможности вы должны еще пойти подумать про деньги и опять его задаем вопрос но и есть время думать о деньгах а есть время думать о свободе когда мы говорим про важные какие-то с вами вещи например я не знаю учебы профессиональные как это хобби и не знаю здоровье мы в последнюю очередь думаем про деньги а про то как это быстрее реализовать если это можно реализовать без денег а тут всевышний прям на вы деньги 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 не забудь взять деньги хотя евреям в принципе ну правда если всевышний хочет нам дать деньги он может дать их другим путем каким и мы знаем что когда евреи выходят из египта и перед ними красное море расступаете евреи проходят выходят на берег море закрывается открывает собой колесницы египетских воинов которые за ними бежали и на берег выплывает огромное количество золота и написано даже в прямом тексте того что муж и приходится говорить как бы тянуть их оттягивать говорить но идем хватит уже смотреть пойдем хватит набирать свои сумки они тогда набрали невероятное количество денег представьте когда приходит еврей к египтянину и говорит дай мне заработную плату за то что я там у тебя работал что он ему дает на тебе кольцо с алиэкспресс на тебе вот цепочка у меня завалялась на тену вот 50 долларов у меня в кармане есть иди 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 спасибо тебе и на этом это совершенно не сравнится с тем что мы сами вынесли из моря своими руками если бы здесь был формат что всевышний таким образом хотел нам дать деньги то это не то мы с вами видим что всевышний нам дал деньги дал намного больше другим путем когда нам не надо было об этом просить добрый день и я очень рада встрече вечер правда вечер кроме того фараона можно было всевышнему самому заставить дать эти деньги и это не составило бы никакого труда почему потому что фараон уже прошел совсем египтом девять казней он знает что после десятой он обязательно отпустит и он не хочет допустить этой десятой он откупится деньгами с удовольствием придите и скажите дай мне деньги фараон даст все что у него есть приходит евреи и говорят очень странным языком давайте мы лишой лишой это спросим обычно этот язык используется когда хотят в долг взять попросить что-то с расчетом отдать то есть принципе мы с вами видим что проблема не только в том что нам пришлось думать и деньгах в такую важную минуту и ходить по людям и просить деньги которые в принципе мелочные ничтожен по сравнению с тем что вы пережили так нам еще приходится обманывать всевышний нам говорит скажите что вы уходите всего на три дня и одолжить у людей деньги это как будто у меня вечером сегодня например вечеринка мне нечего одеть некуда бежать я подхожу к подруге говорю одолжи мне пожалуйста на вечер платье завтра тебе верну в принципе в глазах египтян это так и звучало они не знали что мы не вернемся в египет они думали что мы эти деньги просим одолжить поэтому они нам их давали почему кроме того что всевышний заставляет нас думать о деньгах он еще и заставляет нас обманывать единственная вещь в которой торе сказано что отдались от нее не приближайся даже не стой с ней на одной плоскости это не не кошерная еда это не лошонара это не какие-то запрещенные связи обман единственная заповедь которая единственная вещь о которой сказано отдались от нее насколько это можно это обман и тут всевышний приходит и нам прямым текстом говорит конечно разберем это с вами обманите скажите что вы идете на три дня пусть они доложат вам эти деньги как бы дальше я с ними разберусь вообще странная ситуация получается чему мы учим своих детей обманывать что этому еще и всевышний нас сам просит непонятно написано тоже в талмуде полторы тысячи лет после этой ситуации что пришел александр македонский в израиль и собрал всех всех глав народов которые народности которые там жили собрал чтобы обсудить насущные проблемы естественно у египтян не было никаких насущных проблем у них все жители живы здоровы ни в чем они не нуждаются единственное что их тогда волновало это почему евреи у нас тогда украли деньги и до сих пор их не вернули и рассматривается в этой истории написано что ни один из мудрецов не мог выйти ничего сказать по этому поводу пока один извините муха гве бен псиса он сказал можно я пожалуйста пойду им объясню когда тебя никто не знает думали что он не очень умный хотя потом оказалось что он был гением он говорит послушайте я пойду если у меня получится вы мне скажете спасибо если у меня не получится вы придете к александру македонскому и скажете да он вообще сам самозванец он сам вызвался мы его не знаем подожди сейчас пошлем к тебе мудреца он даст правильно ответ на этот вопрос пришел вот этот вот гве бен псиса и сказал давайте с вами посчитаем вы говорите что он мы у вас взяли деньги откуда вы это взяли из текста тора давайте откроем тора тут написано что 400 лет мы должны были 400 лет быть в рабстве к сожалению 400 лет 6 миллионов евреев работали на вас заработная плата была такая-то такая-то он посчитал это все и сказал посмотрите ребята то что мы у вас взяли совершенно не сходится с тем что вы нам должны если вы хотите поднять этот вопрос тогда мы готовы сказать вам сколько какой долг у вас перед моим народом эта история запомнилась и к сожалению египте алиова даже 60 лет назад примерно в египетской газете прессе вышла тоже статья о том что нас евреев кроме того чтобы топить нас в красном море еще и забрать нас те деньги которые мы не взяли в египте наверное они не читали талмуд и не знали какой у нас шикарный ответ на это все есть но зачем нам так себе портить репутацию с людьми которые находятся по соседству с нами до сих пор почему все вышли говорит про деньги почему он заставляет нас обманывать это два глобальных вопрос который который я бы хотела с вами сегодня рассмотреть и так по поводу того что мы берем деньги есть три небольших ответа которые я выбрала вам рассказать первым шуточный вы знаете что я думаю что мы будем с вами говорить об этом ой еще один прямой эфир он не должен был быть в это время сегодня же четверг я вышла правильно да ничего страшного сбой надеюсь вы останетесь со мной единственное место куда нам нельзя ездить для того чтобы постоит поселиться на постоянно с божьей помощью мы будем с вам еще об этом говорить спасибо сайт египет это единственное место где нам куда нам нельзя переселяться на постоянное место жительства это единственное место которым в той рассказано потом уже мудрецы говорили что может быть нам не стоит возвращаться в польшу после того что там было не стоит возвращаться в испанию после геруш сферат который был но потом единственное место это египет и поэтому всевышний сказал так вы возьмете у них в долг и когда вы будете знать что у вас такой огромный долг перед египтянами каждый раз когда вы будете хотеть туда поехать вы будете ведь не 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 там я торчу много денег не поеду я туда окей понятно в египет мы не хотим потому что мы им как бы должны деньги был один человек который всю жизнь жил жил в долгах как он как это работало он взял деньги у симхи когда надо было отдавать деньги симхи он брал урубана отдавался этих денег симхи жил на что-то и вот так вот круговорот людей долгов природе и вот подошло время когда он чувствовал что он скоро умрет он позвал всех своих всех людей кому он должен и сказал послушайте у меня уже нет сил я скоро умру я не хочу оставлять в этом мире долги давайте так вы сами между собой разберетесь кто кому должен и сами между собой будете эти деньги контролировать долги это неприятно там где у нас есть долги мы не хотим туда возвращаться или хотим побыстрее отдать поэтому отличное мне кажется объяснение второе слово ли шоль попросить говорят наши мудрецы что в принципе можно объяснить и по-другому например это слово несколько раз используется в турии танахи где имеется значение отдать навсегда например хана шааля просила у всевышнего чтобы он послал ей ребенка хана не просила ребенка для временного пользования хотя он потом жил в храме хана просила этим глаголом ребенка которого всевышний бы подарил то что мы и здесь мудрецы говорят что не надо буквально воспринимать когда евреи приходили и брали у египтян деньги египтяне точно понимали что эти деньги за плату и их возвращать никто не собирается и третье это самое такое хасидское объяснение для того чтобы лучше его понять я приведу небольшую историю был один строитель который с детства работал на стройке и со временем ему эта работа стала докучать он перестал работать так как надо там не доложил там не закрутил тут меньше каких-то материалов дал в общем пришло время выходить этому человеку на пенсию и он ему уже не терпится скорее поехать семье круга свет на какое-нибудь путешествие по зовет его и его директор и говорит послушай я знаю как тебе хочется выйти я тебя очень прошу есть один проект построить один дом ты его строишь и тогда я те обязательно отпускаю ты идешь с миром и с деньгами заработанными в свою дальнейшую пенсионную замечательную жизнь и этот человек естественно строит этот дом без удовольствия без надежды что поскорее он закончит потому что путевка уже подходит а дом еще не не построен он делает этот проект из рук вон плохо приходит он к начальнику сдает этот проект и начальник говорит спасибо тебе большое перед тем как ты уходишь у меня есть для тебя небольшой подарок шалом рина достает из шуфлятки стола коробочку открывает ее в коробочке ключ и он что говорит мы всем коллективом подумали что так как ты самый старый рабочий и самый у нас любимый мы тебе хотим подарить тот дом который ты последний сам себе построил спасибо большое все от комплиментов я забыла о чем я говорила в общем в удаизме есть такое понятие особенно она четко у нас видится в десяти казнях которые египет получил меда кенегет меда что такое меда кенегет меда это мера за меру в нашей жизни нету плохого и хорошего говорят мудрецы в нашей жизни есть только зеркал зеркало того что мы отдаем этот мир как мы себя с миром ведет так он нам и возвращает мы не можем требовать от людей чтобы они были с нами хорошо когда мы с ними поступаем по-свински мы не можем быть требовать от людей от детей я не знаю спокойствие когда мы постоянно нервничаем мы не можем требовать от мужа чтобы он был с нами ласковые милы когда мы приходим домой начинаем на всех играть и на все жаловаться то как мы отдаем людям в большинстве случаев такое же отношение мир вокруг мы и принимаем поэтому наши мудрецы говорят что если хочешь изменить мир вокруг начни себя все что ты делаешь миру всегда бумерангом возвращается и это и с этим событием этой истории всевышний хотел сделать меда кенегет меда фараона фараон постоянно самого начала нашего знакомства с ним обманывал он обманывал свой народ от обманывал еврейский народ и поэтому всевышний сказал пусть этот козел поймет как это жить с человеком который не заслужит к слову которого нельзя верить также как он с нами также и мы с ним больше вообще история как евреи стали рабами как можно вдруг поработить целый народ причем не самый глупый не самый спасибо большое не самый глупый не самые далекий сначала фараон сам вышел на работу попросил чтобы ему помогли помочь знаменитому и такому уважаемому фараону была честь для каждого потом он сказал что за каждый блок поставленное на здание он будет платить там по доллару за блока естественно люди работали каждый день по максимальному выжимая себя чтобы концу дня принести большую зарплату неизвестно когда эта халява закончится и потом фараон сказал вот это количество которое вы сейчас положили за по часовую плату вы должны ложить каждый день но уже бесплатно и потом она нас забрал глину и потом он нас начал убить а потом он начал издеваться менять работу топить наших детей в общем он никогда 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 не стоял на своем слове даже когда были казни он начинал перед всевышним говорить все 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 успокойся я отпущу еврейский народ как только казнь прекращалась что он говорил пошутил пошутил никого я не собираюсь отпускать человек с которым невозможно было иметь дела и поэтому всевышний сказал он должен понять как это когда напротив тебя такой же человек как и ты но сейчас секунду да по поводу по поводу одинаковых одинакового вида поведений муж поссорился со своей женой очень долго с ними разговаривал и вот как-то один день ему надо было встать на работу в 5 утра он понимает что он в это время никак не встанет и будильник он не услышал поэтому чтобы не начинать разговаривать женой но как-то попросить ее помощи он написал записку дорогая жена разбуди меня в пять часов утра и положил ей на подушку лег спать просыпается уже солнце смотрит на часы 9 утра он начинает ирать почему эта жена меня не разбудила не зря я с ней поссорился а потом встает смотрит а у него на подушке рядом лежит бумажка милый вставай уже пять утра с нами ведут себя точно так же как ведут ведем мы себя с другими но мы с вами уже говорили на эту тему очень важная тоже тема мне кажется как отдельный урок на него можно дать или помню давала или нет что мы сами выбираем быть ли нам посланниками зла всевышний у каждого человека есть судьба иногда нам судьбой должны быть посланы испытания которые сделают нас сильнее вопрос через кого эти испытания придут мы не можем сказать что человек который ударил меня палкой он совсем не виноват потому что это всевышний решил меня ударить палкой то что всевышний позволил меня ударить палкой это правильно значит я заслужила получить по голове но этого человека нельзя полностью оправдывать почему потому что он выбрал быть плохим посланником да мы с вами говорили на прошлом уроке когда помните про фараона про свободу выбора фараону сказали поработи еврейский народ но не сказали как это делать у него была свобода выбора во первых сказать я не хочу этого делать давай так давай в следующем поколении я неплохой чувак я не умею вообще порабощать и быть плохим давай кто-нибудь после меня это сделает или он мог поработить еврейский народ но при этом жалеть нас гладить платить нам зарплату и как-то оберегать нас ребята мне надо вас поработить но что я хочу это сделать минимально затратно и болезненно для вас фараон решил быть плохим шалехом плохим посланником он взял на себя роль злодея на чем потом поплатился так вот вопрос у меня почему всевышний без нашего разрешения и желания сделал нас плохими посланниками почему именно через наше поведение мы должны были показать фараон у какое поведение у него было и как это ай-яй-яй некрасиво было вести себя с нами почему всевышний мог сам его как-то наказать сам ему сказать сам как-то проучить почему мой народ должен был стать плохим посланником всевышнего проучить фараона тоже не не очень понятная тема продолжаем с вами дальше отвечая на этот вопрос хочу провести одну историю и однажды шел равен со своими хасидами и когда они проходили мимо лавки с украшениями ювелирной лавки равен туда зашел за ним зашли хасида и начали следить за тем что он там делает он подошел к прилавку и сказал мне пожалуйста часы для моей рабонит о хорошо конечно раб он знал что если рабонит будет ходить с часами из этой лавки то все женщины захотят тоже покупать там часы и это конечно как по бартеру работает он готов был дать бесплатно только пусть такой великий человек носит часы из его лавки отличная реклама извините и вот он начал выбирать и к десятые часы 12 часа он уже потерялся он не понимает что он хочет он говорит пожалуйста мне надо чтобы женщина какая-то мне помогла у женщин по-другому работает голова я вообще не понимаю ни в каком в этих всех делах есть тут какая-то женщина которая может мне помочь шалом влада и он говорит да тут есть моя жена она отошла потому что не скромно было вместе с равеном рядом стоят но если хотите я ее позову да позовите ее пожалуйста подходит жена и начинают скромно ему говорить вот эти сейчас в моде эти модные эти нежные эти красивые и тут он достает часы очень дорогие и равен говорит да эти часы я возьму своей жене и покупает их потом когда они выходят из этой лавки к нему подходят хасиды говорят рэба но ведь вашей жене не нужны часы у него 2 недели назад было день рождения и вы подарили ей уже часы что сейчас произошло зачем вы сейчас так и разговаривали женщина и выбирали еще одни часы нужные своей жене и тогда он сказал я проходил мимо вчера этой лавке увидел услышал как этот хозяин магазина говорит своей жене что от тебя здесь толку иди работай на рынок ты вообще мне в этом бизнесе не помогаешь да ты здесь ничего не делаешь и решил что сегодня приду и покажу ему всю важность этой женщины что без нее я бы не выбрал я бы не купил я надеюсь что после этой истории у них появился шлом байт к чему это история к тому что здесь дело совсем не в деньгах дело совсем не в том как мы попросили что мы попросили дело намного намного глубже чему-то нас эта история хочет научить ведь мы с вами видим что всевышний дал нам эти деньги без того что мы просили и всевышний проучил фараона до последней секунды пока он не потонул в море сам без нашей помощи это не то что он от нас хотел не урок фараона преподать и не денег нам самим с них срубить потому что мы к сожалению получили от них очень мало в чем был глубинный смысл этого урока и да моя любимая тетя привет рада тебя видеть если дело не в деньгах то в чем а дело чем то более серьезном уважение и я сейчас объясню подумайте что в каком состоянии холокостом легче представить потому что он был относительно недавно представьте каком состоянии выходят люди из из лагерей смерти после всего что они пережили они подавлены это травма остается с ними навсегда до конца их дней преследуют кадры всего того что они видели люди из рабства выходят угнетенные подавленные никакие деньги не могут их окупить их горе затмить их память восстановить потерянные семьи дети которые были закованы спасибо закованы в стену в египте никогда с помощью денег не не вернуться причем здесь деньги так вот это было не деньги это было уважение всевышний сказал вы не должны выходить из египта с сгорбленной головой вы не должны бежать из египта как рабы которым открыли ворота они разбежались разные стороны как стадо овец вы должны выйти из египта с уважением к себе знанием того что ваша работа оплатилась сознанием того что вы выходите оттуда победителями вы выйдете оттуда городами где мы это видим вы со мной написано что интернет пропал окей продолжаем здравоход написано пришел всевышний к мошей сказал да берна поговори пожалуйста я знаю что они не захотят я знаю что этому народу сейчас меньше всего надо деньги поговори с ними пожалуйста и скажи чтобы они пошли в дома египтян и взяли эти деньги почему этот вообще приводит талмуд очень странную вещь всевышний говорит для того чтобы мне не было чтобы не сказал авраам что я не исполнил свое обещание ну и шо это было отлично значит интернет нам не мешает что это было всевышний должен был сказать скажи им чтобы они пошли в дома к египтянам взяли деньги почему потому что я на все поколения обещал что вы выйдете отсюда с деньгами почему всевышний вдруг говорит чтобы мне не было стыдно перед авраамом что я не исполнил а если был ни была авраама то что всевышний мозг не исполнить то что он сказал и пообещал причем здесь вообще мама авраама знаем как человека это бы всегда закрытым годом переносил все тяжести жизнь и никогда не возникают nosotros everything Всевышнего, все к лучшему, все к лучшему, все к лучшему, а тут Авраам бы сказал, ой, Всевышний, ты бы обещал народу деньги и не дал. Так какие деньги, слава Богу, они вышли из этого рабства вообще, какие деньги, бегите, малыши, чтобы больше вы не видели таких ужасов в вашей жизни. Как Талмуд объясняет это выражение Всевышнего? Очень красиво. С помощью раби, сихи раби, я поняла, что имелось в виду в этой части Талмуда. Раби говорит, Авраам это наш папа на все поколения. Для папы не важны деньги, для папы не важна оценка в дневнике ребенка, для папы не важно, как ребенок себя ведет, что для папы важно. Для папы важно, что у ребенка внутри. Хорошо ли ему в школе? Уважает ли его друзья? Вкусно ли его еда, которую он кушает? Какое у него внутреннее самочувствие? Для папы не важно, есть ли у ребенка деньги. Он здоров, у него есть семья, у него есть дети, нормально, будут у него деньги с Божьей помощью. Всевышний сказал, если я отдам евреям деньги, тогда, когда закрылось море и все это богатство вылезло наружу, Авраам Авину пришел бы ко мне и сказал, нет, Всевышний так не делают. Ну и что, что ты им дал деньги? Ты им не дал самого главного, ты им не дал уважения. Знаете, как в нашей жизни часто бывает, что мы откупаемся от мужей, от детей, от подруг деньгами, когда вместо того, чтобы посидеть с ребенком за столом, пообщаться и поиграть в настольную игру, мы его берем в парк, где не надо с ним общаться, пусть он сам себе где-то лазит. Мы его задариваем подарками, чтобы только не пойти в глупень и посмотреть, что ребенка на самом деле беспокоит. Когда муж подкупает свою жену, дарит ей подарки, а потом говорит, что она вечно недовольна, у нее столько всего есть, да я ей это даю, это даю, это даю. Что самое важное жене надо? Жене надо внимание, жене надо, чтобы муж спросил, как у нее дела, жене нужен комплимент. Жене надо глаза мужа, никогда деньги не заменят радости общения. Никогда никакой бриллиантной руке на шее и на ушах не сделает женщину счастливее, чем муж, который рядом, который всегда поддержит и услышит. Деньги, они не делают человека счастливым. Вы согласны со мной? И здесь бы Авраам Авену сказал, ты дал им деньги, но они вышли оттуда с согнутой спиной, они чувствуют себя униженными, они чувствуют себя загубленными, они не знают, как дальше жить и что делать с этими деньгами, ведь ни платье, ни бриллианта уже ничего не радует. И тогда Всевышний сделал все для того, чтобы мы вышли оттуда с ровной спиной. Мы у вас работали, давайте нам деньги. Мы не просто так и работали. У нас есть гордость, у нас есть уважение себя. Мы не дадим себя в обиду. Спасибо. Например, когда только началась Илья в Германию между раввинами Израиля, был такой спор, надо ли принимать от... Да, все хорошо, я поняла. Надо ли принимать от Германии деньги, которые они платят в знак прощения того, что прошлое правительство сделало с нашим народом. И мнение, конечно, разделилось и до сих пор не пришли к единому мнению. Что говорили первые? Первые говорили, что эти деньги – это несчастная отмазка, которая даже не приравнивается к той боли, которую наш еврейский народ перенес во время войны, пережив Холокост. Эти груши, эти несчастные копейки сделают их спокойными, что вот мы откупились от еврейского народа, ладно, мы им деньги заплатили, ну и что, что мы их там убивали? А что второй говорит? А второе мнение говорит, что надо взять эти деньги, потому что этими деньгами мы покажем еврейскому народу, что мы – народ, у которого есть своя страна, у которого есть армия, которому нужны деньги для того, чтобы развиваться и стать еще лучше, чем коренные жители любой страны. Деньги они не унижают, деньги они дают осознание того, что ты находишься в нужном месте, реализуешь себя и получаешь за это достойную плату. Ой, извините, вирус еще не прошел. Делать деньги для еврея – это заповедь. Заниматься деньгами, зарабатывать деньги, считать деньги, как бы это ни было описано в карикатурах, какие бы стереотипы ни были вокруг еврея и денег, мы должны очистить себя от этого и понять, что от нас хочет Всевышний. Всевышний хочет, чтобы мы взяли эти деньги, чтобы мы заработали все деньги, которые мы только можем, но что этот мир держится на нашем выборе, что мы с этими деньгами сделаем? Мы должны всю материальность, которая есть у нас, попробовать направить на святость. И к концу урока я долго думала, вносить это или нет, мы залезем с вами, дотронемся на кончике вилки до кабалы и глубокого объяснения того, что в этой недельной главе произошло с вопросом денег. Окей, был когда-то Равин, которого взяли в плен, и за его освобождение попросили огромную сумму денег, 20 тысяч марок, что это была неподъемная сумма для всех евреев того города. Но один его хасид взялся, и он ездил очень долгое время и собирал эти деньги. В конце он собрал эти деньги, и Равину стало известно, что за него готовы отдать выкуп. Он связался, подкупил охранника, связался со своим хасидом и сказал, я тебе запрещаю платить эти деньги. Если ты сейчас заплатишь за мою голову эти деньги, привет, Вазальтов, Вазальтов, рада тебя видеть. Как ты себя чувствуешь? Я рада, что ты присоединилась, надеюсь, тебе это будет полезно, как и мне. Он сказал, что как только ты заплатишь за меня деньги, тогда они будут хватать всех евреев и требовать выкуп, и больше, и больше, и больше, я не разрешаю тебе меня освобождать. И так этот несчастный Равин просидел в тюрьме 7 лет, он умер, но даже после его смерти за его тело требовались большие суммы, большая сумма денег. И вот один хасид, он решил, что через 7 лет после смерти этого Равина он все-таки попробует сбить эту цену и похоронить его по еврейскому обычаю на еврейском кладбище. Он договорился о цене, он выкупил это тело, похоронил его. И на следующий день этот человек, Равин, приснился ему во сне и сказал, спасибо тебе большое за хасид, который ты сделал с моим телом. Там написано, что вообще заповеди, которые делаются относительно мертвых людей, это самый высокий вид заповеди, потому что там мы даже подсознательно не думаем с этого поиметь какую-то выгоду. Мой папочка Зихроноль Враха всегда в своем городе занимался погребением евреев. Я очень горжусь тем, что папочка имел такую большую заповедь в этом мире. Одну из многих, которые он делал. Выл был Бен Мэйер, очень хотелось бы посвятить этот рок светлой памяти моего замечательного папы. Так вот, когда этот Равин пришел во сне к этому человеку, он сказал, спасибо тебе большое за хасид, который ты со мной сделал, и я тебе хочу дать один подарок. Выбирай один из двух. Первое, это возможность сейчас я тебя забираю вместе с собой на этот свет, и ты будешь со мной в раю учить со мной Тору и Престолу Всевышнего. Второе, я тебе могу в этом мире обеспечить тебя и твоих детей на все поколения, отдать тебе столько денег, сколько ты только сможешь принять. Этот человек побежал быстро к своей муравьи, но они долго советовали, что же делать, ну и он выбрал первый вариант. В Германии есть могила этого праведника, к сожалению, не помню, как его зовут, а рядом с ним могила этого человека, который умер за три дня после того, как он освободил тело этого праведника. Он выбрал быть в раю. Когда пришел большим топ, и ему стала известна эта история, он сказал, этот человек просто не учил хасидизм. И если бы хасидизм тогда открылся, этот человек обязан был бы выбрать второе. Потому что никто из нас не понимает вообще, какой вес в этом мире имеют наши заповеди. Ни одна минута в раю не сравнится с тем кайфом для Всевышнего, который мы приносим ему в этом мире, когда мы берем все материальное, что у нас есть, и помещаем это в духовную оболочку. Мы берем яблоко и на него благословляем. Я взяла, ну вот мы, слава Богу, сегодня год и два дня, как мы сделали Алию. И слава Богу, у нас есть замечательная квартира, но в этой квартире все не наше. Все каким-то образом получено. Так вот, этот стол мы нашли на улице вместе с этими стульями. Мы его подобрали, сейчас с помощью этого стола мы делаем трапезы, приглашаем гостей. Я вот сейчас даю вам ирок Торы, тем самым я этот стол одухотворяю. Книги, которые сейчас поддерживают мой планшет, разбитый планшетик уже давно, стул, на котором я сижу, цветочки рядом. Все вокруг это превращается в мои инструменты для святости. Написано нашими вдрецами, что все, что мы любим больше всего, это то, что мы должны поднимать вместе с нами на новый уровень. Есть два вида. Первое, то, что мы любим. Это какую еду мы предпочитаем, какую одежду мы любим носить, какую музыку мы любим слушать, какие места мы любим выбирать для прогулок. Все эти места, все эти вещи, которые мы любим, мы должны помнить, что мы их любим только потому, что мы вместе с ними должны подниматься вверх. А есть дела. Так вот, когда говорится про дела, мы должны знать, что те заповеди, которые мы не любим делать, вот в заповедях именно нелюбимые, это наши основные, на которые мы должны дать акцент. Потому что то, что нам сложнее всего делать в этом мире, это то, ради чего мы, в принципе, пришли в этот мир и что мы должны здесь исправить. Очень я завидую женщинам, например, которым легко с нею, там легко со штанов было перейти на юбку, на платье, летом ходить в закрытой одежде. Например, мне это сложно. Так вот, наверное, это и есть мой вот один из каких-то вещей, которые я должна в этом мире переосилить себя и поднять на святость. Так вот, деньги для еврея очень нужны. И мы должны знать, что денег у нас должно быть много. Чем больше денег, тем больше у нас есть возможностей поднять материальное в духовное. То, что я вам говорила про кабалу, немножко открою занавес. Естественно, что я ничего в этом не понимаю, только благодаря рабе и книгам я немножечко заглянула. Так вот, в Талмуде написано, для праведника его мамон, как сказать мамон на русском состояние, имущество. О, спасибо. Для праведника его имущество важнее его тело. Тут вообще очень странно. Как Талмуд может такое сказать? Праведник, мы себе представляем, это человек, который целыми днями молится, посвящает себя книгам, делает заповеди. Тут мы говорим, что имущество для праведника важнее, чем его тело. Да вообще, нам кажется, что праведник – это человек, который отстранен от материального мира, который питается духовной пищей, который, я не знаю, там живет каким-то, питается энергией солнца. Нет, в Талмуде написано, что праведник – это тот человек, который ценит свое имущество. Почему? Потому что он знает секрет, который мы только что с вами раскрыли. В этом мире посланы для того, чтобы материальное одеть в духовные одежды. А сейчас каббала. В нашем мире есть искры святости, которые разбросаны по миру. И эти искры святости мы должны с вами найти в этом мире и поднять их назад ко Всевышнему. Написано в Каббале, что искры святости 248, и 202 из них находились в Египте. Тем самым каббала нам объясняет, зачем нам надо было взять и выжать по максимуму денег из египтян. Потому что все материальное, которое находилось в Египте, это были искры, которые мы должны были поднять и использовать для святости. Мы с вами знаем, что все эти деньги, которые мы вынесли из Египта, мы потратили на что? На то, чтобы построить мешкан, переносной храм для Всевышнего в пустыне. Тем самым мы одухотворили эти деньги и сделали с ними то, для чего они были посланы. Остальные искры святости, они еще разбросаны, и мы все должны их каким-то образом собирать. Никто из вас не знает, где они и как себя с этим вести, но мы знаем, что каждая вещь может быть именно той искрой. И поэтому нам говорят, что праведники, они настолько знают, что все материальное в нашем мире, оно должно быть прочувствовано. Мы должны есть вкусную еду, чтобы говорить благословение и поднимать эту еду на высокий духовный уровень. Мы должны слушать крутую музыку, мы должны приглашать гостей, мы должны ходить в гости, мы должны делать мероприятия огромные, вечеринки огромные. Мы должны украшать наши заповеди. Посмотрите на подсвечники еврейской женщины, они должны быть серебряные. Посмотрите на украшения еврейской женщины, они должны быть дорогие. Посмотрите на дом еврейский, он должен быть с дорогой мизузой, написанной качественным, праведным человеком. Должны быть красивые картины, красивая жизнь, ухоженно красивые дети, которые готовы каждый день встретить Машеха. Ой, извините. Наш шлихут должен быть в этом мире. Мы должны помнить, что мы здесь живем для того, чтобы брать деньги, брать материальность, брать кайф, но помнить, какое русло мы его с вами должны направить. Сейчас, секунду. Ну и последняя маленькая история, которую я хотела рассказать, чтобы муж мой не слышал. Однажды на Фарбрэнгене Раби налил одному человеку водку, и, наверное, этот человек никогда в жизни водку не пил. Например, я тоже в жизни никогда не пила водку, и дай бог, никогда не буду. Так вот, попробуй эту водку. Он взял и выплюнул ее. И тогда Равин посмотрел на него и сказал, ну, посмотрите вы. Сначала, когда собирали пшеницу, пшеницу, правильно, водка делается из пшеницы. Ну, в общем, когда собирали пшеницу, один колосок упал, и он замолился перед силы, что, пожалуйста, пожалуйста, пусть меня тоже поднимут и используют для святости. Потом, когда этот колосок обработали, одно зернышко упало на пол, и оно взмолилось ко всевышнему, пожалуйста, пожалуйста, сделай так, чтобы я попала на стол к еврею, меня тоже подняли в святости. Потом, когда разливали в бутылке эту водку, и уже поставили на прилавки, пришел хасид, и это зернышко в бутылке взмолилось, пожалуйста, пожалуйста, пусть он выберет именно мою бутылку. И потом, когда этой бутылкой на Фарбрэнгене не ливают тебе, чтобы ты сказал лыхаем, ты делаешь пфу. В общем, эта история не для того, чтобы вы все сейчас пошли и сделали лыхаем, и выпили по 100 грамм. Хотя, наверное, перед сном это будет, может, и полезно. Я к тому, что не стесняйтесь того, что вы любите красивую жизнь, дорогие вещи, что вы любите зарабатывать деньги и посвящаете этому большое количество времени. Просто знайте, что на этом будет лежать и благословение, только когда мы будем знать, как правильно это использовать в нашем мире. Будьте богаты, как этого хочет Всевышний, и материально, и духовно. Шават шалом! Спасибо большое, что были со мной! Спасибо, Ольга! Надеюсь, что это не последний урок. Четверг, 7 вечера. Запишите. Спасибо. Спасибо.